Рождение следующей ступени – это рождение сына, как бы говорится. Да. И то есть рождается следующая ступень. Почему эта ступень, которая рождает сына, может родить еще сына, еще сына, еще сына? Почему? Одна ступень родилась – сын. Почему женщине, грубо говоря, дается рождение еще сыновей? Это уже не та ступень. Это нам только кажется. Это не та ступень. Потому что женщина, в которой появляется зачатие следующего ребенка, допустим, в нашем мире, это как бы совсем другая женщина. Второго ребенка? Да. Третьего. Она перестраивается в зависимости от информационного гена, который в ней сейчас развивается. Она не такая. Это, грубо говоря, другая женщина рождает следующую ступень. Совершенно по-другому. Она даже светится по-другому. Видно по женщине, когда она беременна, и каким светом она светится. И в первый, и в второй, и в третий раз? Да. Разные света? Разные света. Ты не видел, как женщина светится вот так? Вы мне сейчас миры открываете прямо. Серьезно? В кино ты этого не изучал? Нет такого? Нет. Ну да. Ну я не видел. Может быть, я такой. На первом этапе. Светится, когда вы говорите «светится», что это значит? Первые несколько недель, когда она беременна, после зачатия, она светится изнутри. Нет, ну это я ощущал. Я понимаю. Вот просто под сотым словом светится. И непонятно, что в ней такого вдруг есть. А вот какое-то воодушевление, какой-то свет в ней работает. Нет. У нас это самый светлый период был, конечно. Самый такой вообще. И каждый раз по-другому. С каждым ребенком по-другому. То есть вы сейчас сказали, что это разная женщина? Она как бы разная женщина, конечно. Она вся перестраивается относительно того информационного гена, который сейчас в ней развивается.